Я уже рассказывал вам о программе поддержки авторов качественного контента на пульс, программе грантов, то есть создатели качественного контента, так называемого качественного контента, будут получать, да уже получают на пульсе, какие-то денежные средства в размере от 20 до 150 тысяч рублей. О том, что для этого нужно, как подать заявку, я уже рассказывал в предыдущем своем видео, в подсказках его прикреплю, посмотрите, если интересно. Но, собственно, заявку подать не так сложно, достаточно просто нажать кнопочку, и в период, который может длиться до двух месяцев, вам ответят либо да, либо нет. Но в том видео я говорил, что я тоже подал заявку на грант, собственно, в этом видео я расскажу о том, что мне ответили, приняли, не приняли, в общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Но для начала небольшая ремарка. В предыдущем видео я рассказывал про пульсы, его проблемы, и упомянул о том, что у меня очень много статей, где число показов либо совсем ноль, либо стремится к нулю. Я сделал там небольшую ошибку, дело в том, что ноль показов это за указанный период, если выбрать другой период, то будет отображаться другое количество показов. В общем, вот так это работает, здесь у нас стоит период 7 дней, если смотрим, действительно ноль показов, но если мы укажем другую дату, выставим, скажем, вот несколько месяцев, то будет показано уже другое количество показов, и, собственно, это просто очень старые статьи. В комментариях к видео мне об этом написали, я, собственно, об этом же писал в техническую поддержку и говорил, что так и так, это не очень удобно, почему бы не ввести возможность смотреть статистику за весь период по данной статье, по какой-то конкретной статье. Мне ответили, что спасибо за обратную связь, но вот, к сожалению, на данный момент такая возможность не предвидится, ну, то есть ее пока не будут делать, но посмотрим, что будет в дальнейшем. Вот, а теперь вернемся обратно к нашей теме грантов. Так вот, как вы знаете, я подал заявку на грант от Пульс. Сразу скажу, чтоб не тянуть, мне отказали, денег мне не заплатят. У меня два канала, один по истории и другой про фильмы, ни на одном из каналов грант мне не одобрили, давайте прочитаю, что мне ответили в технической поддержке Пульса. Мы ознакомились с вашей заявкой и пока не готовы вас принять в программу грантов. Чтобы ваш блог или блоги попали в программу, статьи должны соответствовать требованиям к материалам и правилам комьюнити Пульса. Рекомендации для канала по истории. Мы бы хотели видеть больше материалов, как этот или этот, именно такие статьи хотели бы рекомендовать в рамках программы. Рекомендация для канала «Из-за России с любовью», это который про фильмы, мы бы хотели видеть больше материалов, как этот или этот, именно такие статьи хотели бы рекомендовать в рамках программы. Ну и дальше небольшие претензии к моему каналу. Вот эта статья дублируется на обоих каналах, просим удалить ее с канала, который не подходит ей по тематике. В следующий раз мы будем рады вернуться с вами к обсуждению гранта, как только сможем рассмотреть заявку снова. В личном кабинете покажем кнопку подать заявку. На данный момент кнопка подать заявку у меня висит, что заявка рассматривается, то есть, видимо, когда они будут готовы, она опять появится, что просто подать заявку. Вот. Что касается претензий по поводу дублируемых материалов, да, у меня иногда бывает такое, что я по ошибке размещаю один и тот же материал два раза, но просто потому, что некоторые статьи я переношу с Яндекс.Дзена. У меня там канал и про фильмы, и канал по истории, и иногда случайно вот что-то куда-то не туда попадает. Да, я пытаюсь исправиться, даже завел две таблицы, где вот записываю одни статьи, вторые статьи, какие я уже выложил, какие еще остались, но помогает не всегда и не очень. Но на данный момент Пульс мне просто присылает вот такие письма и удаляет сам статьи какие-то, которые я по ошибке выложил. Вот. Что касается грантов, чуть дальше я покажу, какие статьи мне рекомендовали больше выкладывать. Ну, а скажу еще, что не одобрили не только не мне, многим другим авторам тоже не одобрили, причем письма от Пульса довольно похожи между собой. Вот что написали другому автору, который ведет канал про русский язык. Добрый день, мы ознакомились с вашей заявкой и пока не готовы вас принять в программу грантов. Чтобы ваш блог или блоги попали в программу, статьи должны соответствовать требованиям к материалам и правилам Пульса. Мы бы хотели видеть больше материалов, как этот, этот или этот. Именно такие статьи хотели бы рекомендовать в рамках программы. Также сейчас некоторые фото на превью не подходят по смыслу статей. В следующий раз мы будем рады вернуться с вами к обсуждению гранта, как только сможем рассмотреть заявку снова. В личном кабинете покажут кнопку подать заявку. С одной стороны, как мы видим, в принципе, письма пишутся по шаблону, то есть там есть определенная структура, что вот требования должны соответствовать материалам. Нам нравятся вот эти вот эти статьи, выкладывайте больше таких. Как только вот появится возможность, мы вам опять кнопку покажем. Ну и какие-то рекомендации по каналу. Вот. С одной стороны, вроде шаблон. За другой стороны, как мы видим, каналы действительно рассматриваются, каналы изучаются, смотрятся какие-то материалы, которые им нравятся, и пример присылается авторам. Это, в принципе, хорошо, что они так делают. Причем и замечания по каналу делают, что на некоторых статьях превью не соответствует по смыслу. Мне написали, что у меня статья какая-то дублируется. То есть действительно изучают каналы, а не просто нажимают отказать, отказать, отказать. С другой стороны, конечно, каналы, видимо, не так подробно рассматриваются, потому что примеры того, как надо, они указали. Но скорее стоило бы еще написать, почему именно эти статьи. И самому разобраться тут не очень просто. Ну потому что тот же автор, которому написали вот это письмо, говорит о том, что у него и другие статьи похожи. То есть он не может понять, в чем отличие вот этих статей от других статей. Собственно, те статьи, которые рекомендовали ему по русскому языку. Не так просто понять тут. Давайте посмотрим. В общем, канал Грамотность, 278 подписчиков. Статья, что такое запанибрата, заподлицо, понаслышке, слова, которые расширяют наш лексический запас. Продолжаем расширять свой словарный запас. Поговорим о трех интересных, отчасти редких словах. Во время какого-нибудь серьезного разговора они вам точно пригодятся. Ну и вот, в общем, дальше идет пояснение по каждому слову. Запанибрата, что это значит. Приводятся примеры употребления данного слова. То есть вот у нас из Гоголя Ревизора 1836 года. По другим словам тоже примеры приводятся. Причем из классической русской литературы. Что, видимо, и нравится Пульсу. Есть примеры употребления, рассказывается история этих слов. Но давайте посмотрим и другие статьи, которые они рекомендовали. Слова, в которых часто неправильно ставят ударение. Жалюзи, торты, начата. Блин, сам боюсь неправильно ударение поставить. Ну, из всех этих слов я, наверное, знаю, как правильно только в слове торты ударение ставить. Ну, в общем-то, тема-то интересная. Про жалюзи написано, что это из французских заимствований. В принципе, понятно, довольно по-французски звучит. Банты, торты, начата. Ну, собственно, что про эту статью могу сказать. Ну, тут упоминается словарь трудностей русского языка. То есть авторитетные источники, в принципе, есть. Ну, и, собственно, сама тема довольно интересная. Ну, и давайте третий пример посмотрим, который они упомянули. Здесь здоровье здания. Это исключение. Но почему? Историческое объяснение. Ну, да, тут с исторической точки зрения рассматриваются какие-то слова. В принципе, даже не открывая статью, понятно, почему она понравилась Пульсу. Откуда произошли здоровье и здоровый. Давайте взглянем на сам канал. Канал Грамотность. Блок о русском языке, лингвистики и текстах. Тонкости русского языка, о которых не рассказывают в школе. История, темология слов. По всем вопросам. Тут email указан. Вот тут про ударение в словах. Пять слов непривычным правильным ударением. Сарафанное радио. Откуда произошло это выражение. Что происходит с русскими числительными. В виду или в виду. Предлоги, которые постоянно хотят нас запутать. Тут девушка с фотоаппаратом изображена. Я признаюсь, наверное, не очень просто найти подходящие фотографии для того, чтобы разместить их на канале по русскому языку. Я сейчас могу только предположить, почему одни статьи в данном контексте им понравились, другие не понравились. Вероятно, какие-то слишком были сухими и излагали чисто какие-то факты. А другие там рассказывали об этом с исторической точки зрения. На какие-то авторитетные источники ссылались. Может быть, поэтому одни статьи были одобрены и понравились Пульсу, а другие нет. Нет, хотелось бы от Пульса в следующий раз услышать больше конкретики. Что не просто мы хотим видеть материалы, которые вот такие, вот такие, вот такие. А почему именно? Ну то есть нам же сейчас остается только додумывать. А если бы нам рассказали, почему вот этот материал понравился. И какой еще привели пример не понравился и как делать не надо, было бы намного проще. Контента качественного на Пульсе стало бы больше. Но как я обещал, я сейчас покажу то, что мне порекомендовали на моем канале. На канале про фильмы. Давайте посмотрим. Собственно, две статьи, которые они мне прислали. Ну вот первая статья. Что не так с револьвером Шерлока Холмса в советском фильме? Многие сейчас подумали, что контент об оружии в принципе запрещен на Пульсе от Mail. Но тут есть небольшое уточнение, что такой контент в контексте фильмов и в контексте компьютерных игр разрешен. А в данном случае упоминается не просто револьвер, а киноляп, связанный с данным револьвером. В общем-то здесь рассказывается о том, что герой советского фильма стреляет из пистолета 14 раз, не перезаряжая барабан. Многие сейчас, да и в комментариях уже начнут докапываться, что там револьвер и пистолет это разные вещи. Но, блин, просто отстаньте от меня. Вот. Собственно, тут и скриншоты размещены. Собственно, тут упоминается, что за револьвер у него это обычный советский наган, что странно для Шерлока Холмса, потому что вряд ли он с таким ходил. И какие были в Британии тогда модели, которые он мог использовать. В общем, вот такая вот статья. Ну и второй пример. За что судили актера, игравшего Петруху из Белого солнца пустыни. То есть в данном случае просто рассказывается судьба конкретного актера. Как он жил, что делал, в каких фильмах позже снялся, где мы его сейчас могли увидеть. Собственно, ну, более-менее интересно. Про рекомендованные статьи на канале по истории я вам просто расскажу. Сами статьи показывать не буду. Собственно, первая статья рассказывает про советского лыжника, который первым выиграл Олимпиаду в одиночном забеге. Про него потом в японские газеты написали, что советский лыжник сказал волшебное слово Духусим и выиграл Олимпиаду. Что за волшебное слово, в принципе, тут несложно догадаться. Те, кто хорошо знаком с русским языком, просто японцы его не поняли. Вот. И вторая статья про то, как советский летчик по ошибке посадил свой секретный новейший истребительный аэродром НАТО. Ну, это было в Германии. Там же все делилось на восточную и западную Германию. Так вот, он по ошибке посадил. Когда осознал свою ошибку, американцы и недружественные нам немцы хотели его остановить, но он выкрутился. И как это все происходило, что ему за это сделали, как отреагировали, об этом, собственно, и статья. Причем это невыдуманная история. И вот из всех четырех статей, что я вам показал и двух о которых рассказал, главный критерий, который я заметил, не который Пульс рекомендовал, а который я заметил, это интересно. Все эти статьи интересные. Все они не излагают сухих фактов, а рассказывают какие-то истории. Истории из жизни, истории даже просто о возникновении какого-то явления, о возникновении какого-то слова. Ну, то есть, их интересно читать. Их, скорее всего, много комментируют, на них, может быть, ссылаются, и, видимо, поэтому Пульс их рекомендует. Но в данном случае хотелось бы услышать рекомендации и от самого Пульса, чтобы он рассказал нам, что не так, что нужно сделать, чтобы улучшить свои каналы. Вот. Ну, это была первая попытка подачи заявки на грант от Пульса. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Также подам, конечно, заявку, когда появится возможность второй раз разместить. Но тут такое дело, что не всегда удастся писать такие статьи с интересными историями. Интересных историй, на самом деле, в мире не так много и произошло. Их нужно искать, находить, размещать. И понятное дело, что все статьи такими не будут. Другое дело может быть проблема в оформлении, что любую историю, даже самую неинтересную, можно интересно оформить, можно ссылаться на какие-то источники. Да, наверное, так. Попробуем сделать это в дальнейшем, посмотрим, что из этого получится. Если мне когда-нибудь одобрят грант, я вам об этом непременно расскажу. Расскажу, сколько выплатили, сколько пришлось на это потратить времени и нервов. Вот. Ну, а на данный момент у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...